Российский электромобиль от Zeta будет стоить 450 тысяч рублей. Как тебе такое? 28 мая 2019 года. Российский электромобиль от Zeta будет стоить 450 тысяч рублей. Как тебе такое? Компания Zeta анонсировала продажу бюджетного электромобиля российского производства, который в базовой комплектации обойдется покупателю в 450 тысячах рублей. Около 7 тысяч долларов по текущему. Это будет небольшой тридверный сетемобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Около 40% всех серийных моделей планируется оснащать передним приводом. И прежде, чем вы его запите как тебе такое, Илон Маск, добавим, что все комплектующие российского производства, кроме аккумулятора его делает GE Power Technology, Китай. Электромобиль Zeta. Источник HighNews.ru Как делать электромобили в России? Несмотря на то, что электромобиль будет нашим на 99%, в денежном эквиваленте китайский двигатель будет составлять половину стоимости электромобиля. В декабре 2019 года компания представит около 10 экспериментальных образцов серии и начнет продажи. В следующем году планируется произвести 2000 машин, а потом довести это число до 15000 автомобилей в год. При этом сборку будут осуществлять не более 200 человек. Электромобиль Zeta. Разрабатывают с 2016 года. В 2017 году показали прототип. Затем спроектировали конвейер, а в 2019 году построили. Собирать Zeta. Будут на производстве в Тольятти. Электромобиль Zeta. Источник. Highnews.ru Заявленные технические характеристики одним списком. Габариты. 1600, 3030, 1760 мм тип батареи. Leafepo 4. Или. Linicom. Емкость батареи. 1032 кВт. Слежче пробег на одном заряде. 200, 560 км. В зависимости от емкости батареи. Снаряженная масса – 486, 708 кг, в зависимости от емкости батареи. Общий крутящий момент – передний привод 1050 нм, полный привод 1750 нм. Максимальная скорость – 120 км в час, ограничена контроллером. Размер багажника – 180 литров. Тормозная система – двухконтурная, электрические плюс механические. Системы ABS и, especially, система отопления – в наличии. Кондиционер – в наличии. Бесключевой доступ – в наличии. Заряжать можно от розетки. Почему 450 тысяч рублей, спросите вы. Во многом из-за серьезной государственной поддержки, не ОКР поддерживал Минпромторг, а с серийным производством помогал Фонд развития моногородов. Всего инвестиции в проект составили около 450 млн. рублей. Электромобиль. Источник. Highnews.ru Сейчас подготовка к производству завершена на 70%. До конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений. В августе машина уже должна уйти на сертификацию. К сентябрю-октябрю ее пройти, а с декабря уже начать продажи. Это будут уже серийные машины. Все валидационные испытания автомобиля уже прошел, говорит генеральный директор. Зата. Денис Щуровский. Электромобиль. Зата. Источник. Highnews.ru Какой рынок ждет компактные электромобили? Зата. В первую очередь, бюджетный конкурировать на поле местного автопрома с автовазом. Во вторую, электромобили в России почти никто не делает. По мнению Щуровского, на экспорт будет приходиться больше половины автомобилей. Интерес уже появили несколько российских компаний и крупный игрок автомобильного рынка Казахстана. В планах. Зата. Экспортные продажи занимают 50%. Это ОАЭ, Иордания, Кувит и несколько стран Северной Африки. Непонятно, как заряжать электромобили на периферии и кто будет ездить на. Зата. Например, в Москве. Сегодня за 450 тысяч рублей можно купить вполне себе хорошую машину, если бы у, и в крайнем случае взять. Равеннексия. За 449 тысяч рублей. Не реклама. Или же, если далеко не ходить, что-нибудь вроде. Ладе Гранта. Впрочем, до 2020-2021 года, когда Зата планирует развернуть производство на 100%, многое может измениться в отношении людей к бензиновым, чадящим и дымящим железным братьям. А пока наберите воздуха. Как тебе такое, Илон Маск? Заходи в наш чат в Телеграме, если руководишь Теслой. Илья Хель. Право на данный материал принадлежат. HighNews.ru Материал размещен правообладателем в открытом доступе.